Добрый день всем, 15-й этаж ЖК Кавказ. Снимаю по заказу своих подписчиков. Привет, всего вам хорошего, надеюсь, зайдет, понравится эта квартира, вы любите, будете хорошо жить. Спасибо за поддержку канала. В общем, все отлично, хорошо. И такая вот панорамочка. Без микрофона буду, чтобы как бы все было более реальное, реалистично слышно, как он на самом деле есть. Вот пансионат Кубанская Нива. Кто-то купил у себя как телевизор в кризис, вот так он стоит уже второй год, не функционирует. Вот отсюда также видно, вот она дорога к морю, которую я уже снимал от Кавказа, и там находится мой любимый пляж Кавказ. Есть пансионат Одиссея, видите, взяла, он аквамарин, возле которого и я живу, то есть как-то так обзорно. Показывал, где находится эта квартира, отлично. Вот они, лифт, работают уже два, только что пообщался с жильцами, точнее с отдыхающими, которые здесь отдыхают, горят с водой. Проблем нет, по ночам никто не шумит. Понятное дело, что сейчас еще идут ремонты. Здесь, как бы, вот такой вот вариант. Показывают двери стандартные стоят на входе. Здесь, вот чем отличается эта квартира от остальных, в которых я был у этих студий, это студия 33 квадрата, тем, что здесь была немножко небольшая перепланировочка. Вот эту гипсовую стену вынесли сюда, там хозяйка, которая хотела здесь жить, сделала небольшое увеличение. Здесь показываю воздуховоды, вода, разводка есть, то есть здесь ничего переделаться не будет. То есть тут ванна ставится, по стандарту, то в принципе здесь только положить плитку, установить самозлы и все. Еще многие, допустим, делают либо вообще, убирают это выводы на полотенцесушитель и получается, еще не ошибаюсь, я не должен ошибаться. Да, полотенцесушитель, а это, как бы, под щечки, их только туда в стену убирают, там делают, как бы, скрытый лючок. Ну, либо не скрытый, ну, лючок, то есть в стене, чтобы здесь не городить больше ничего. В тех домах был еще пожарный шланг, ну, тут что-то было, что-то отключено, непонятно, короче, но он, я видел, там было. Ай, вот он, его сюда вынесли, показываю. Пожарный шланг, здесь разводка, подсчетчики, автоматы стоят. Телевидение заведено, телефон заведен, коаксиалка заведена, то есть интернет все уже можно сразу будет развести, подключить, чтобы все работало. Пожарка по потолку висит. Вот такая вот коробка, не знаю, что это за разводка. Свет. Здесь стены монолитные, тем, кто будет, допустим, покупать где-то, может, здесь квартиры, может, даже с ремонтом сносить и нафиг вот эту стену. Просто мы снесли напротив, в доме делали тоже в ту сторону квартира и она стала настолько большая. В принципе, так как у нас климат нормальный, то можно дополнительно обогревать истать. Вот этот батарейный блок, он туда переносится дальше и все. То есть утепляется балкон вниз и получается такая большущая студия. Ну просто для чего вам этот балкон, просто для чего. И лишняя стена, то есть она тоже занимает, может, пару квадратов. То есть вообще 33, по-моему, квадрата площадь вот этих маленьких студий. Здесь, с этой стороны, под кухню, тоже короб сделан. Там, где был короба, не было. Сделана, видите, канализация, тоже вода подведена. Это мелочи. Электричество под плиту. Видите, правда, то есть потолще, побольше. Не вижу еще какой-нибудь размер, но должен где-то быть районе 5,5 квадратов. Еще две розетки. В общем, вот за эту стену, она утеплена с той стороны, чтобы отсекать. Так-то, в принципе, конечно, с ней будет теплее. Ну, 99% квартир берутся под сдачу здесь. То есть особо тут зимой заморачиваться и жить никто не будет. Даже сейчас вот пришел, окна закрыты, здесь очень тепло. По идее, есть возможность у них отдельного отключения вот этих вот батарей. Потому что мы, когда там сносили эту стену, там, надо мог узнать точно у друга своего. Они отключали батарею отдельно, то есть без всякой помощи, без центрального отопления. Свою батарею отключили. И получается, как бы, ну, может она там будет что-то катать? Ну, у нас вода не шла с ней. То есть и затопление можно не было, ну, как не хватить. То есть это очень выгодно. Показываю панорамку с этой стороны. К море. Море, море. Ну, от игры, то есть вот с этой стороны сидеть. Вон, видно, Анапу даже есть. Не знаю, конечно, если в будущем тут что-то построят. Но я так понял, что они хотят делать так, чтобы просмотры были. То есть даже если дальше там, потому что в планах будет что-то строится. Ну, в любом случае, даже сейчас уже можно наслаждаться видами красивейшими на море, на Анапу. И дай бог, что они останутся. Пятнадцатый, как бы, этажик, это очень хорошо. Вот он, видите, барханчики, они самые высокие. И вот еще один туда. Видите, там дальше уже пониже не идут барханы. А вот именно вот кавказовские вот эти вот, они самые высокие, мне кажется. Можете ошибаюсь, конечно, где-то есть выше. Здесь во дворе имеется вот футбольное поле. Какие-то детские площадки. Беседочки стоит. Горка стоит. Парковка для машин. То есть, ну, машин много. Само собой идет работа. Вот видите, в том доме тоже стройка еще идет. Ну, по шуму я специально снял. То есть, вы слышите, когда я пришел, в одном месте где-то там поработал для аппарата. Ладно, и все. Вообще, в принципе, все нормальные рабочие делаю. Там, ну, за день, за два там все работают с отбойником. Там есть единственные потолки, вот их там долго. Могут там пару дней там сверлить-то убить. Так, в принципе, все, свет работает. Все работает хорошо. Сейчас покажу еще пароход к морю. И можно будет на этом успокоиться. Еще так панорамочку сделаю. Чтобы было видно все ваши квадратные метры. И показать проход к морю. Да, еще можно показать. Должно быть сегодня. Вот отсюда. Вот видите, внизу спустились. Там играют детки. И все. Пошел проход к морю. Ну, так вот все. Заказит выбранным. И не может попасть еще по лайкам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok